Сегодня я хотела бы рассказать вам о возможностях магнитно-резонансной томографии, в частности функциональной магнитно-резонансной томографии, в оценке эффективности транслингвальной нейростимуляции у детей с детским церебральным параличом. Итак, как видно из определения, детский церебральный паралич – это группа стабильных нарушений развития моторики и поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам, обусловленным непрогрессирующим повреждением или аномалиями развивающегося головного мозга у плода или новорожденного. ДЦП является полиотеологическим заболеванием. Ведущей причиной развития ДЦП является повреждение головного мозга на любом этапе его развития. Патофизиологическая основа формирования ДЦП – это поражение головного мозга в определенный период его развития с последующим формированием патологического мышечного тонуса или в данном случае спастичности при сохранении позатонических рефлексов, но существует сопутствующее нарушение становления рефлекса. Соотношения пренатальных и перенатальных факторов различны, но 80% всех поражений головного мозга чаще случаются на этапе его формирования, то есть пренатально. Статистика ДЦП демонстрирует постепенное увеличение численности больных детей. По данным ВОЗ, количество рожденных детей с диагнозом ДЦП составляет 3-4 случая на 1000 детей. В России этот показатель, к сожалению, увеличивается до 8 случаев. В настоящее время в России зарегистрировано 71 тысяча детей с ДЦП до 14 лет. Статистика представлена на 2019 год. Существует закономерность. Чем меньше масса тела рожденного ребенка, тем выше риск формирования детского церебрального паралича. Если мы будем сравнивать по половому признаку, то чаще ДЦП страдают мальчики, чем девочки. В структуре инвалидности детей ДЦП составляет 24%. То есть статистика не утешительна, к сожалению. По международной классификации болезни 10-го пересмотра выделяют 5 основных форм ДЦП, представленных на слайде. Это квадриплегия, диплегия, гемиплегия, дискинетическая форма и атоксическая форма. Также существует смешанная форма ДЦП и недифференцированная форма. Квадриплегия – это самая сложная форма ДЦП. Поражаются обе конечности, причем с обеих сторон, то есть и руки, и ноги. Чаще всего очень большой риск развития сопутствующей патологии у данных детей. Спастическая диплегия или болезнь Литла – это чаще всего поражаются нижние конечности. С формированием выраженной спастичности, очень быстро развиваются контрактуры различные мышечные. И самая распространенная форма – это как раз таки спастическая диплегия. Так, гемиплегия характеризуется односторонним спастическим гемипорезом. Рука, как правило, имеет более высокий тонус, чем нога. Дискинетическая форма – это непроизвольные движения или гиперкинезы. Также у детей наблюдается изменение мышечного тонуса, как его ослабление, так и усиление, дизартрия. Но при этой форме чаще всего интеллект сохранен. При атоксической форме детского церебрального паралича отмечается низкий тонус мышц, то есть мышечная слабость. При этом проявляется атоксия, что следует из названия формы, и усиление всех рефлексов. Поговорим немного об актуальности. Лечение детей с церебральным параличом является одной из самых сложных проблем в системе нейрореабилитации, так как ДЦБ очень распространено. Детский церебральный паралич влечет за собой тяжелые, стойкие двигательные нарушения, которые очень влияют на качество жизни как родителей, так и самих детей. Поэтому требуется усовершенствование имеющихся методов реабилитации и, естественно, разработка новых, более эффективных методов. Новое направление нейрореабилитации включает различные виды электростимуляции. Доказано, что постоянная стимуляция нервной системы активирует мозг, инициирует процессы нейропластичности, которые у детей, к счастью, очень хорошо развиты. Необходима оценка эффективности нейростимуляции не только на уровне клинических проявлений, но и морфологически. Самым точным и информативным методом является магнитно-резонансная томография. Об этом мы и поговорим. Что же такое нейрореабилитация? Нейрореабилитация детей с церебральным параличом является многокомпонентной и включает различные виды физиотерапии, массажей, физиотерапевтическое лечение, терапия со специальными аппаратами, костюмами, различные положения конечностей. То есть пытаются деткам развить их моторные навыки. Все эти методы направлены на уменьшение основных проявлений ДЦП. Это спастичность, различные желудочно-кишечные проявления, которые часто сопутствуют детишек с ДЦП, хронические боли, нарушения речи и интеллектуальные нарушения, если таковые имеются. Новым направлением нейрореабилитации, интенсивно обсуждающимся в современной науке, является использование различных видов электростимуляций. Их применение независимо от обычной двигательной реабилитации или в совокупности с ними. Электрическая стимуляция была впервые применена для лечения спастических параличей Дюшеном еще в 19 веке, 1871 год. С тех пор при лечении пациентов со спастичностью путем электромиостимуляции мышцы нервных структур используются различные виды применения, такие как кожное, подкожное, эпидуральное расположение, а также часто различные имплантации. Альтернативный инновационный метод использования нейростимуляции был представлен нашим российским ученым Юрием Петровичем Даниловым в Санкт-Петербурге в 2010 году. В лаборатории тактильной коммуникации был разработан специальный прибор для тактильной стимуляции кожи человека и в наиболее плотной нервируемой тактильной области языка. Данный прибор представлен на рисунке, на А в полном объеме, вот так он выглядит, маленький и небольшой. И на рисунке Б более увеличенная картинка, здесь находятся сенсоры и датчики, через которые с различной частотой подаются импульсы. Вот так это выглядит в жизни. Обычно ребенок сидит на столе и ему подключают этот аппарат и с определенной частотой подают импульсы. В зависимости от клинической ситуации продолжительность курса, продолжительность по времени каждого курса рассчитывается индивидуально. Так. В чем же состоит принцип? Принцип состоит в том, что главных черепных нервов, это ветвь тройничного нерва, которая включает почти 22 тысячи нервных волокон, и лицевой нерв, который примерно составляет 6 тысяч нервных волокон, от передней поверхности языка обеспечивают передачу нервных импульсов непосредственно в структуру ствола головного мозга, активируя сложные ядра тройничного нерва. И в то же время соседнее ядро одиночного тракта на ветве лицевого нерва. Также существует надежда, что активируются и другие ядра, расположенные поблизости, то есть это может косвенно улучшать эффект. Соответственно, дальше мы поговорим о транслингвальной нейростимуляции. Это частный вид нейростимуляции. Я хочу рассказать вам об исследовании, с помощью которого мы оценивали эффективность данного метода реабилитации. Целью нашего исследования является с помощью МРТ оценить эффективность транслингвальной нейростимуляции в комплексной реабилитации, оценить влияние на двигательную активность, развитие моторных навыков, равновесие, координацию движения, оценить степень снижения уровня спастичности, что является самым важным для обеспечения более лучшего качества жизни ребенка, и оценить безопасность метода и как вообще долго сохраняется эффект от проводимой стимуляции. В нашем исследовании было обследовано 15 детей с ДЦП в возрасте от 4 до 13 лет с формой спастической диплигии в поздней резидуальной стадии. Критериями включения были пациенты с нужной формой ДЦП, с сохранными когнитивными функциями, без судорог, опухоли и аномалии развития головного мозга. Соответственно, критерии исключения были точно такими же. Важно было, чтобы у ребенка не было органической патологии головного мозга. Все пациенты оценивались неврологом по стандартным шкалам, которые разрабатывались специально, чтобы все пациенты подходили под одни критерии. Среди этих шкал шкала больших моторных навыков, функциональная моторная шкала, шкала Берга, шкала Ашфорта для оценки спастичности. Все дети получали комбинацию стандартной реабилитации и курс транслингвальной нейростимуляции. Всем пациентам проводилось структурное МРТ и функциональное МРТ в состоянии покоя в трех временных точках. До начала курса нейростимуляции, сразу же после окончания курса, в течение трех дней максимум, и в отдаленном периоде, это где-то через месяц мы смотрели их. Статистическую обработку, оценку результатов функциональной МРТ как каждого пациента, так и групповой совокупности осуществляли с помощью специального программного пакета. Чуть дальше я чуть позже расскажу более подробно о статистическом анализе. На данном слайде представлен стандартный протокол структурной МРТ, который включает в себя Т1, Т2 взвешенные последовательности, диффузионно-взвешенные изображения обязательно, и MPRAGE для того, чтобы сопоставить функциональное МРТ с атласом мозговым. Структурное МРТ мы проводили для исключения органической патологии, как я уже и говорила ранее. Функциональное МРТ. Хотелось бы напомнить или кого-то познакомить с этим методом, что это вообще такое. Функциональное МРТ – это метод нейровизуализации, основанный на регистрации изменения болт-сигнала от объемных точек при следовании головного мозга. В чем заключается суть? При активации определенных отделов головного мозга увеличивается приток крови к ним. Соответственно, кровь, насыщенная кислородом, то есть оксигемоглобин повышается в этой области, и с помощью МРТ можно уловить этот сигнал. То есть мы оцениваем функцию определенных отделов головного мозга. Функциональное МРТ можно разделить на две большие группы. Функциональное МРТ покоя, когда от ребенка, от пациента не требуется никаких выполнений заданий. И функциональное МРТ активное, то есть выполнением парадигмы. Парадигмы бывают пассивные, то есть, например, мы включаем музыку, пациент слушает ее, от него ничего не требуется. И активное, когда мы, например, просим сжать руку, либо подвигать ногой. В нашем случае детям проводилась функциональная МРТ в состоянии покоя. Опять-таки, как я уже говорила, потому что им проще, и мы хотели оценить функциональные рабочие сети покоя. Чуть дальше я более подробно об этом расскажу. Вот те самые сети. К функциональной МРТ в состоянии покоя относятся три основные сети. Активации, представленные на экране. Ну, так, кратко. Значит так, по порядку. Default Mode Network – это сеть пассивного режима работы мозга. Она включает в себя предклинье, заднюю часть поясной извилины, латеральную теменную, медиальную, префронтальную кору. Эта сеть, в принципе, оценивается при функциональном МРТ в состоянии покоя. Следующая сеть – это Silence Network, или сеть выявления значимости. Она играет ключевую роль в контроле, динамической регуляции функционирования других нейронных сетей. То есть она влияет на те сети, которые уже активируются при каких-то парадигмах. Значит, вот эта вот сеть включает в себя центры передних отделов поясной извилины. Представлено здесь, все обведено. Центры передних отделов поясной извилины, островковые доли и моторные области коры. И третья сеть, центральная исполнительная сеть, включает в себя дорсо-латеральную префронтальную кору, прошу прощения, и заднюю теменную кору. Они отвечают за когнитивные функции высокого порядка. То есть это рабочая память и внимание. Все сети представлены на дальнем слайде, то есть где какая активация. Также существуют сети, которые, как я уже говорила, при каких-то стимулах начинают работать. Это слуховая сеть, если человек слышит какую-то музыку, либо ему читают книгу. Зрительная сеть, если посмотреть на что-то предлагается и так далее. Статистическая обработка, оценка результатов проводилась с помощью специального приложения, в которое встроены все нужные статистические методы. Мы использовали анализ на основе выбора зоны интереса и анализ на основе теории графов. Отдельно про анализ я не буду рассказывать, там можно делать отдельную лекцию, их очень много. Объясню чуть позже, почему именно эти методы мы выбрали. Переходим к результатам. Начну с клинических проявлений. У всех пациентов была отмечена положительная динамика после курса нейростимуляции. Были восстановлены двигательные навыки, контроль над телом, улучшение координации движения, равновесие, ходьбы. Некоторые дети, которые не могли как-то разговаривать внятно, они начали разговаривать потихонечку, отдельными словами, но это был прогресс. Расскажу на одном примере. Это девочке 4 года. До проведения нейростимуляции она не могла сама ходить, могла стоять на ровной поверхности в течение нескольких секунд и могла передвигаться только с помощью специальных ходунков. После курса нейростимуляции при оценке клинических составляющих этот ребенок смог сам пройти почти 5 метров без поддержки, без всего, по ровной поверхности. То есть это очень большой прорыв, и это говорит о том, что транслингвальная нейростимуляция действительно работает. Это только один пациент. На самом деле у всех 15 пациентов отмечалась положительная динамика. У кого-то лучше, у кого-то чуть-чуть хуже, но у всех снизилась спастичность. Это самое главное проявление данной формы ДЦП. То есть у детишек улучшается качество жизни. По оценке шкалы Берга также отмечается снижение спастичности в среднем около 30% у каждого пациента. На структурной МРТ, при проведении структурной МРТ, мы чаще всего наблюдаем различные постгипоксические последствия, которые выражены в форме различных кистозно-глиозных изменений. Они могут локализоваться где угодно, но чаще всего перевентрикулярно, либо субкортикально. Также почти в 90% случаев отмечались различные виды вентрикуломегалии. У кого-то были расширены, изолированы задние рога боковых желудочков, у кого-то полностью тривентрикулярная гидроцефалия. То есть это тоже проявление гипоксических поражений в перинатальном периоде. Дальше я хотела бы перейти к представлениям графических результатов. Это очень интересно. Хотела бы остановиться здесь более подробно. На данном слайде представлено графическое представление результатов межгруппового статистического анализа. То есть мы сравнивали всех 15 пациентов между собой. На данном слайде представлены карты со схематическим представлением, совмещенные с анатомическим адресом. Сейчас буду показывать. Это анатомический адрес, это как выглядят результаты в самом приложении, где мы проводили статистический анализ. На данном слайде представлен результат межгруппового статистического анализа. Это сравнение состояния ФМРТ в состоянии покоя в первой и второй временных точках, то есть до курса нейростимуляции и сразу же после, в течение трех дней. Области статистически значимых различий представлены на диаграмме и 3D-модели. Диаграмма – это 3D-модель. По результатам отмечается усиление функциональных связей между медиальной перифронтальной корой и задней теменной корой справа, передними отделами поясной извилины, супрамаргинальной и угловой извилинами слева. При этом оказалась снижена выраженность медиальной перифронтальной коры с червем-можечка. То есть мы уже сразу понимаем, что во второй временной точке, то есть после нейростимуляции, отмечается формирование новых функциональных связей между различными отделами головного мозга. На данном слайде представлен тот же самый статистический анализ, только сравнение в первой и третьей временных точках. Здесь мы видим уже стабилизацию функциональных связей. Они не так выражены, как во второй временной точке, но при этом эффект сохраняется, то есть эффект не возвращается к первоначальному уровню. На данной картинке отмечается усиление функциональных связей медиальной префронтальной коры с поясной извилинной справа и передней поясной корой. Но снижаются функциональные связи с затылочной корой слева. Получается слева. Так, вот эта картинка самая показательная. Это три изображения в разных временных точках. Первая временная точка, вторая временная точка и третья временная точка. Мы хорошо видим на данном изображении, как активируются функциональные связи, то есть во второй временной точке их больше всего. В третьей временной точке они усиливаются, какие-то уменьшаются, но в любом случае происходит их стабилизация. Не уменьшается активность различных сетей. На этой картинке также представлено сравнение функциональной МРТ в трех временных точках. Просто для примера, для наглядности я хотела показать этот рисунок. Мы видим, что самая большая активность головного мозга всех отделов происходит во второй временной точке, то есть сразу после курса нейростимуляции. Соответственно, все мышцы, все отделы головного мозга еще помнят, они активны и они также проявляют себя на изображениях. В третьей временной точке точно так же происходит их стабилизация, но при этом не возвращается все к первой точке, то есть обратного эффекта мы не наблюдали. Хотелось бы сделать выводы, и это будет большая часть моего доклада. Из выводов по целям мы ставили цели, мы сейчас хочу вам рассказать, что мы поняли из нашего исследования. Одновременная комбинация транслингвальной нейростимуляции со специализированными упражнениями позволяет воздействовать на все компоненты моторной активности. То есть, если дети не ходили, они начинают более или менее ходить. Если у них была спастичность, спастичность уменьшается. В любом случае клинические проявления улучшаются. Это самое главное. Это коррелирует с нашими данными функциональной МРТ. То есть, связи функциональные тоже увеличиваются между отделами головного мозга. То есть, мы совпадаем наши данные и данные клинических проявлений. Многоуровневая нейростимуляция позволяет активировать не только мышечный контроль, но и сложные сенсомоторные функции, равновесие, координацию движения при ходьбе. И, естественно, все это улучшает стандартная реабилитация. То есть, это намеренные движения, разработка мышц. И это позволяет развивать моторные навыки новые детям. То есть, если они не могли двигать конечностью, они начинают в какой-то степени ей двигать. И, естественно, чем больше ребенок старается, чем больше он проходит курсов реабилитации, тем лучше у него все это развивается. Положительные эффекты снижались у одного ребенка, но незначительно. К первоначальному уровню ничего не возвращалось. Положительные эффекты сохранялись в течение долгого времени, даже если перерывы между курсами нейростимуляции были длительными. Это же подтверждается нашими данными. То есть, когда мы в отсроченном периоде смотрели двух детей из 15, то примерно на том же уровне сохранялась третья временная точка. И будем считать четвертой через год. То есть, в отдаленном периоде, даже если это был один-единственный курс, все равно улучшение есть в сравнении с первоначальными данными. Хотелось бы сказать про пластичность, особенно выраженную у детей. То есть, ребенок, если стимулировать ему различные отделы, он очень хорошо реагирует на все импульсы и хорошо развиваются различные навыки. Моторные навыки, снижается спастичность и в целом улучшается качество жизни ребенка. Транслингвальная нейростимуляция головного мозга усиливает влияние физической реабилитации. В нашем исследовании мы также планируем сравнивать детей, которые получают и стандартную реабилитацию, и нейростимуляцию, с детьми, которые получают только двигательную реабилитацию, потому что у них имеются какие-то противопоказания. Например, аномалии развития головного мозга либо эпилепсия в анамнезе. То есть, это прямое противопоказание для стимуляции отделов нервной системы. Промежуточные результаты показывают, что у детей с курсом нейростимуляции все-таки лучше развиваются. Лучше идет процесс восстановления, развития, скорее, моторных навыков и улучшения клинические, тоже более быстрыми темпами развиваются. Транслингвальная нейростимуляция является неинвазивной, безопасной и удобной в применении. Как вы видели на слайде, это портативный нейростимулятор. Он маленький, он удобный в применении. Дети его не боятся, не испытывают абсолютно никаких ощущений при этом. И если им подать это все в виде игры, то они с удовольствием ходят на эти занятия. Чаще всего курс состоит из 10 процедур и уже оценивается в конце. Опять-таки хочу напомнить, что все это в совокупности с клиническими проявлениями. На всех этапах мы оценивали детишек, как с помощью МРТ с нашей стороны, так и неврологи оценивали, как улучшается общее состояние двигательной навыки у детей. Использование нейростимуляции в сочетании с лечебной гимнастикой позволяет улучшить эффективность. Об этом я уже говорила чуть пораньше. То есть чем больше ребенок работает, чем больше с ним заниматься, тем больше улучшаются его навыки. И нейростимуляция в этом помогает. Функциональная МРТ в состоянии покоя является методом объективной оценки эффективности, так как она полностью коррелирует с клиническими проявлениями. Применение функциональной МРТ позволяет оценить состояние функциональных связей как до нейростимуляции, так и после, на любом периоде. Но в нашем случае это было сразу после и через месяц. И у двух детей через год. Признаком положительного эффекта от проводимой терапии является усиление функциональных связей между соответствующими структурами головного мозга. То есть связи усиливаются, мышечный тонус уменьшается. Оно опять-таки зависит от отделов нервной системы. То есть в целом мы можем оценивать эффективность транслингвальной нейростимуляции, в данном случае транслингвальной, и с помощью функциональной МРТ. То есть это объективный метод. Продолжение следует... Продолжение следует...